Тумба-юмба, тумба-юмба Всем скорейшего избавления от коронавируса Всем создания онлайн-школы, всем высокой прибыли Что, думаете, что я совсем ёбнулся? Нет, ребятушки, не дождетесь Мы просто хайпуем Хайпуем и готовимся отвечать на все ваши вопросы А этот реквизит привлекает внимание Об этом тоже поговорим Как привлекать внимание в онлайн-образовании Что у нас тут в эфире? Ребят, знаете, нахрена? Вау, какие пируэты он выдает Это шурик, это бананчик Огурчика я решил не вызывать сегодня, чтобы он отдохнул А это все для того, чтобы привлечь внимание Сегодня я отвечаю на вопросы, которые вы задавали в видео И в почте Сегодня я буду полезен И сегодня мы проведем квест Значит, квест работает следующим образом Будет 11 самых распространенных вопросов И самых интересных, которые были под видео Под видео было около 300 комментариев В моем профиле и в профиле Аксель Было еще около 40 комментариев Соответственно, я все почитал Кому-то лично ответил Какие-то вопросы собрал сейчас в презентацию Буду вам отвечать Будет, в общем, один из вопросов Один из вопросов, это 11 баллов То есть, вот если Когда этот вопрос звучит И вы себе отвечаете на этот вопрос А дальше, когда я его отвечаю Вы себе ставите плюсик Если вы ставите 1 балл, плюс балл Если вы считаете, что вы правильно ответили Если ваш балл неправильный То вы его не зачитываете И по итогам посмотрим У кого соберется 11 баллов У кого будет 5, 7 Я думаю, что 7 баллов Это какой-то уровень Когда можно считать Что вы как-то уже адекватно мыслите Понимаете рынок онлайн Онлайн образование Соответственно, для того, чтобы играть Чтобы квест был интереснее Возьмите ручку и листок Начинаем с первого вопроса Первый вопрос звучит так В интернете все развод Павел, в общем, куорум какой-то Он задал вопрос Говорит, что все, что я в интернете не покупал Все это ерунда И доход у него не получалось Поймите себе Насколько в интернете Баланс между разводом и правдой 70% правда Либо наоборот Или это 50 на 50 Что бы вы ответили Павлу Со своего опыта Павлу был вот такой ответ Вы можете прочитать А я чуть подробнее расскажу Как бы у людей Знаете, вот люди живут В каких-то своих реалиях У кого-то много там людей В обществе, которые их обманывают И у них мир враждебный А кто-то, наоборот, живет Весь такой На волне позитива Веры, всем доверяет И его никто не обманывает И я верю, что Каждому человеку Нужно пройти какие-то уроки Но если ты боишься Что тебя обманут Тебя, скорее всего, обманут Если ты боишься потерять деньги То деньги, скорее всего, потеряешь Потому что Ты притягиваешь Ты работаешь на волне Вот этого страха И У тебя Он срабатывает То есть Ты, условно, не зря боялся Я же думал Я же ожидал Что так случится Вот те люди Которые притягивают К себе Такие Такие Ситуации Они как раз-таки Живут на волне Там Недоверия Страха Вот И, скорее всего, Павел Либо он относится К этим людям Которые там Не доверяют Во-первых, у него такое мировоззрение Он притягивает так А дальше Он, скорее всего, не умеет Выбирать Правильные там Инструменты Правильных наставников Вот Либо еще есть Ряд людей У которых не получается Как вы думаете Почему у них не получается Потому что Они перекладывают ответственность Потому что Ну, знаете как В самом начале У нас Много чего не получается Представьте ребенок Вот ребенок Нужно начать говорить Блин, ну это же реально Очень сложно И Там У него не получается сначала Или ребенок будет ездить На велосипеде учиться И у него не получается Если бы ребенок Сразу расстраивался С первой попытки Что он упал И себя поранил Ну, он ходит, когда учится Ему сложно И ему главное Ну, продолжать ходить Вот примерно Когда Ну, ты создаешь онлайн-школу И ты примерно Как вот учишься Создать Ездить на велосипеде Тебе нужно И маркетинг настроить И Рекламу И создать ленды И сделать отдел продаж И продукт классный создать И с финансами разобраться И сотрудников нанимать И как-то управлять Ты просто такой Многоруким шиво должен быть Всячески Там Изощряться Чтобы все успевать И хер поймешь Что из этого важно В этом случае Очень важно Брать на себя ответственность И как вот ребенок После того Как он упал Много раз с велосипеда Или когда он ходил Просто он падал Не переставать это делать Поэтому Либо этот человек В общем Как бы В негативе своем Погряз И не видит Что в мире Вокруг всего Много светлого И это светлое Не притягивает А даже если он Что-то светлое притянул Он это засрет И он скажет Что это было говно Он это засрет Своими действиями Потому что он делать не будет Вот И важно понимать Что Как бы результат Получается Вообще Ну куда бы ты ни пришел Там ты можешь Почитать книжку И после книжки У тебя жизнь Можно сильно измениться Ты можешь пройти курсы Жизнь может сильно измениться Все зависит от тебя Вот я когда К примеру Учился в бизнес-школе Сколково У нас было 40 людей В группе Все они заплатили По 50 тысяч евро Многие до сих пор Винят школу Что школа Их там не трудоустроила Не продвинула А я из школы Взял себе жену Взял себе бизнес-партнера Взял себе Многих друзей И после там Сколково Моя жизнь Очень сильно изменилась И я очень сильно Благодарен школе И просто ну да Как бы в самом начале Там школа была не идеальна И зато было намного Больше плюшек Чем сейчас есть Потому что мы были Первые такие подвод Потные кролики На ком все экспериментировали Но из-за того Что нас экспериментировали За нами наблюдали И так как основатели Бизнес-школы Сколково Это одни из богатейших людей В России Это 18 человек Которые объединились В компании Миллиардеры Там Абрамович Михельсон Там Завадников Меломед В общем это люди Миллиардеры Долларовые И они естественно За нами наблюдали Как за подопытными кроликами Вот И естественно Они нас сейчас знают Они нас помнят И они к нам относятся Уже как к своим детишкам Своим выпускникам первым Вот Поэтому Вот поставьте себе Сейчас вы на этот вопрос По поводу того Что в интернете развод Вот я считаю Что в интернете развода Очень мало И он очень сильно виден Его все еще Как бы Достаточно Существенный процент Около 10% Я считаю Вот Но Может быть 15-20 даже Пока что Но Его очень легко Распознать Вот И в современном интернете Ты очень легко Можешь найти Отзывы Ты можешь найти Выпускников Любой школы И запросить Как же Там Учится Есть такой вопрос Только честно Вот Сколько стоит Тест ниши Только честно Сколько стоит Запах Запуска Унлайн школы И За какое время Можно запустить Свою Унлайн школу Только честно Это тоже Когда человек Только честно Значит Скорее всего Он ожидает Что ей могут соврать И Следующий комментарий Это после того Как я ей ответил Она уже Благодарит меня Называет меня Уважаемым человеком И восхищается Нашей работой Семьей И подачей Вот Давайте подумаем Что я ей ответил На это честно Вот Чтобы вы ответили Это второй вопрос То есть Второй балл на весах Сколько стоит Тест ниши Ставьте себе Вот сколько вы думаете Чтобы протестировать Школу Вообще Полетит Не полетит И не тратить Много денег Тест Это то Что Очень простые Какие-то Действия К примеру Взаимодействие С аудиторией Вопрос Что нужно Возможно Предложить ей платить И ты смотришь А есть ли вообще Спрос В этой нише Сколько стоит Вообще Запустить Онлайн школу Онлайн школа Это как правило Несколько курсов Ну или хотя бы Большой курс Один Если там Мон Школа Монокурсовая Юлия ответил Что Ну во-первых Я там что-то проехался По поводу Честно или нечестно Я пошутил Что можно Давайте Я только нечестно Вам отвечу Или честно Только вам Здесь вопрос О том Что Первое Когда выходишь Взаимодействовать С аудиторией Лучше Всегда быть честным И особенно В современном интернете Которые Очень Не любят Это все Хвостовство И Любят честную картинку И Ну вернее Как бы Вот эта пластиковая картинка Красивой жизни Она поднадоела всем И люди Хотят Правду И поэтому Часто рекламные креативы Вот мы недавно обсуждали Которые вот Реально честные И они хорошо срабатывают Поэтому Всегда нужно быть честным Максимально И стараться не приукрашивать И люди наоборот Больше доверяют Соответственно По поводу Теста ниши Я сказал Ответил Юлию Что Тест ниши Он может быть Либо ноль Либо Бесконечно много Много денег И здесь вопрос А уже адекватности Потому что Ну тест В него вообще лучше Не вкладывать деньги Вообще То есть Тест он может быть На родственниках На друзьях На соседях Он может быть На подписчиках Соцсетей Если у вас еще В соцсетях Нету Аудитории То значит На соцсетях Своих друзей Если вы не можете Убедить своих друзей Чтобы они вам Как-то пропиарили Как-то договориться Какой-то бартер Чем-то помочь То вам тогда Не стоит идти В предпринимательство То есть Не нужно на тест Ниши Тратить вообще денег Соответственно Дальше Сколько стоит Запуск онлайн школы Запуск онлайн школы Он тоже Может не стоить денег Но тогда Он будет стоить Много времени вам И вам нужно выбирать Что для вас важнее Сэкономить время Или сэкономить деньги На что понадобится Могут понадобиться деньги К примеру Создание лендов Их можно создавать самому И сейчас Создать ленд Это так же просто Как создать Пауэрпоинт презентацию Ты берешь Пауэрпоинт презентацию Создаешь там слайды Вот к примеру Слайды которые вы сейчас видите Это слайды которые я сделал лично И я потратил на них 0 рублей 0 копеек И здесь нету Красивого дизайна Но что интересно Что люди тоже сейчас Доверяют больше тому Что ну там Черно-бело Просто и я это могу сделать Поэтому И в целом Часто особенно У ниши там Докторов Каких-то вот людей Которые про контент У них часто Когда они делают Красивые ленды Им перестают верить Ну типа Ооо это сейчас Паривать будет Ооо это уже продвинут И будет дорого Вот И поэтому Так же и ленды Можно делать на конструкторах Посадочных страниц И это очень легко делать Это так же легко Как пауэрпоинт презентацию Вот я к примеру Много сделал презентации Но я не проходил курсы Да презентации мои не супер Но самое главное Это посылы и смыслы Поэтому Все материалы Маркетинговые Рассылки Все можно делать самому И Не вкладывать вообще никаких денег Да Потребуется время Но если вы делаете сами То вы понимаете Причины следственной связи И потом Когда вы начинаете Уже взаимодействовать С аудиторией Аудитория вам начинает Давать обратную связь И вы понимаете Какие вы заложили смыслы И какие смыслы Не коррелируют с тем Что хочет аудитория Потому что Не пытайтесь Создавать онлайн школу Либо онлайн курсы Чужими руками На начальном этапе Вы не можете Делегировать Свое сердце кому-то И вот Вы не можете Зачать своего ребенка Без себя Вот И поэтому Как бы И опять же Если это кто-то Может сделать вам Онлайн школу Ну зачем он вам Будет делать онлайн школу Вы ему столько не заплатите Чтобы Ну то есть Он может себе онлайн школу сделать Либо если он сделает вам То он потом ее может увести Вот Поэтому Делайте сами И на первых этапах Нужно Минимизировать вложения Запуску онлайн школы И первого курса Можно тратить Не более 50 тысяч рублей Об этом чуть позже Расскажу подробнее Почему И Какое время нужно Для того чтобы запустить Онлайн школу Если нет команды Честно И дальше Тут тоже честно Здесь вопрос О том Насколько вы честны Перед собой Насколько вам сильно нужно Потому что мы видим корреляцию Что тем кому нужно больше всего А это как правило Одинокие мамы С ипотекой И с тремя детьми Вот их реально Жизнь прищемила сильно И они на повышенной передаче У них Включается Максимальная осознанность Появляются дополнительные часы В сутках И они как-то быстро делают Поэтому Ну типово Человек Который быстро движется Он Даже Есть люди Их процентов Ну 5-10 Это те кто стартует Вообще первый результат Хоть как-то одупляются И быстро действуют Это Ну первый результат Это хотя бы там 5-25-30 тысяч рублей Значит этот человек Уже хоть что-то понял Вот Это можно сделать за 2 недели Но типово Это 2-3 недели Люди раскачиваются Кому-то годы недостаточно Кто-то уходит на тренинги По ораторскому мастерству По презентациям И Они Ну не понимают Что важно Вот И Проблема Когда люди не слушают Вот И Дальше вот Опять же Судя по тому Как Юлия там спросила Честно-нечестно Явно она была скептиком После того Как я ей ответил лично Видите Она пишет Что я восхищаюсь Вот И я рад был Конвертировать Юлию Скептика В того Кто Благодарит Поставьте себе На второй вопрос Бал Или не бал Насколько вы Ответили То есть Итак Ответ такой Что тест ниши Должен стоить 0 А тест Вот именно курса На запуск именно курса Нужно Потратить Максимум 50 тысяч рублей Если вы тратите больше Значит вы делаете ошибки Значит вы делаете много ошибок И значит нужно Брать Уходить В Получать обратную связь От клиентов И разбираться Вот И то Даже эти 50 тысяч рублей Их нужно тратить Итерационно Самый частый вопрос Всегда Уже на протяжении Долгих лет Это вопрос ниши Что здесь важно Первое Важно понимать Что На ниши Не нужно жениться На всю жизнь Нишу нужно тестировать Ну и в принципе Как Большинство людей Все же Перед тем Как жениться Они тестируют Разных партнеров И это нормально Наоборот Ненормально Когда ты Там берешь И сразу же Женишься И это часто Там Заканчивается Разводом Поэтому К нишам тоже Нужно примеряться Нужно их тестировать И нужно относиться К ним Ну вот Вы учитесь Съездить на велосипеде И вы примеряете К велосипеду Вот Поэтому К нишам Нужно относиться Методом перебора Смотреть Кто вам понравится И не нужно пытаться Там Особенно Если только Ваше начало Думать о том Что вот Это вот на всю жизнь Это моя миссия Да, это тоже классно Но к этому нужно созреть И большинство людей Тут нужно тоже Отличать Для чего вам Онлайн школа Ну и вообще бизнес И часто Это ну Денег заработать Вообще Себе доказать Что я могу Вот А это можно делать В любой нише Я к примеру Когда выбирал нишу Первую для первого бизнеса Я выбрал кнопку жизни Это медицинская сигнализация Вот у меня в сторис Там есть В личном аккаунте Что мы вошли В топ 10 Игроков Мировых рынков По производству Умных часов Для пожилых И для детей То есть мы заняли 1% от мирового рынка Но даже с 1% Мы вошли в топ 10 игроков Мирового рейтинга И когда я выбирал нишу Я сначала думал Вау Я хочу там Типа мониторинг сердечный Диабетики Огромный рынок Но он к нише Вот Медицинская сигнализация Я относился так Ну типа Ну это не серьезно Там кнопочка На которую нажимаешь И у человека Там Включается громкая связь В доме Либо там У него еще дочек падения В часах Либо здесь На кулончике На шее И мне казалось Ну это как-то не серьезно По сравнению Там с мониторингом С мониторингом Сердца То есть Ну мне казалось Ну и так и есть Что номер один Причина смерти людей Это сердечно-сосудистые Заболевания И Я хотел туда Но когда я пообщался С докторами И медицинскими предпринимателями Мне говорят Слушай блин Ты сделай что-нибудь Простое сначала И я так Ну со скрипом Такой выбрал Кнопку жизни И до сих пор Эта кнопка жизни Ей еще развиваться Десятки лет Для того чтобы Она стала стоить Там миллиард долларов Вот И Нужно чтобы Вы понимали Что Вам Если ваша задача Это себе доказать Что вы можете Получить опыт И заработать денег То здесь главное Быстро двигаться Современный мир В нем нужно много Делать много тестов Вот Поэтому Быстро двигайтесь Потом Что еще важно При выборе ниши Ну часто вопрос То есть этот вопрос Ответ такой Ну недостаточный Типа выбирайте Любую нишу И вперед Люди хотят Там более подробно Типа Аля Где все же больше денег И есть Три ниши Где больше всего денег Первая ниша Это как заработать Вот И Это как заработать В интернете Это как просто Заработать Вот Условно Есть онлайн школы По производству Строительных материалов И Это достаточно крупная Онлайн школа Где десятки миллионов рублей Выручка Ежемесячная И они учат Там Людей в регионах Создавать свое Производство Во дворе И производить Какие-то строительные материалы Типа плитку Черепицу Вот И у них Запатентованная технология И они Классно Зарабатывают То есть Та онлайн школа Которая помогает Людям зарабатывать деньги То естественно Люди легко Растаются с деньгами Это для них инвестиция Заплатить Чтобы у них В результате Появился свой бизнес Либо работа Сейчас очень хорошо Идут онлайн курсы Вокруг Профессий Вот Вторая ниша Это ниша похудения То есть Люди на новый год Вот Там Половина женщин В нашей стране Они Загадывают себе Желание похудеть бы Вот И это практически Каждый год Естественно Люди любят вкусно покушать А потом этот жир Нужно сплавить Поэтому ниша похудения А там уже масса под ниш Похудение через фитнес Похудение через питание Похудение через правильные установки И Третья ниша Это ниша отношений Как найти мужчину В частности Это ниша На которой люди делают Миллионы долларов в России Миллионы долларов ежегодно 5, 7, 10 миллионов долларов Есть в онлайн школе Это топ-3 ниша Но естественно Дальше Чтобы найти мужчину Дальше Люди еще не только по курсам Ходят как найти мужчину Люди ходят по курсам Условно красоты Ухода за собой Потому что Это такая Тоже под ниша Потому что часто Девушки хотят быть красивыми Не столько для себя Сколько для того Чтобы найти мужчину Вот Еще ниша Иностранных языков Английского языка Очень огромная Детская ниша Очень огромная Вот Но что здесь важно Опять же Важно понимать Чем более денежная ниша Тем больше там конкурентов И поэтому Часто Создать онлайн школу Какую-то уникальную Ну к примеру Вот есть ребята Они Вот есть такое направление Идзин Это а-ля астрология Но более древняя И они изобрели ЛТ-платформу На основе Идзин И создали профессию Эта платформа Называется эволюция Они создали профессию Эксперт по эволюции Они обучают Как Вот этой платформой Пользоваться И консультировать людей Офигенно работает Они вот Дошли до 8-10 рублей В месяц На вот этой школе И как бы Этой профессии Никогда не было Эволюция Это даже не профессия Эксперт по единой Это профессия эволюции Или к примеру Есть школа Соматипологов Это Парень Мужчина Он Основываясь на своем опыте Психотипирования Разных методик Создал свою методику И по Физиологическим Параметрам Как ты выглядишь Что ты говоришь Как ты двигаешься И по тестам Он определяет Психотип человека И дальше Простраивает его Там Ну Помогает ему Определиться Как ему лучше Двигаться По жизни Вот А есть эксперт И соответственно Он тоже создал Профессию Профессию Соматиполог Вот Поэтому Здесь нужно смотреть Еще Денежных ниш В общем Много конкуренции Но Это все Относительно Потому что Мы еще Отдельно Поговорим У нас будет Вопрос Про конкуренцию Конкуренция Относительно Потому что Ну В любой ниши Можно создавать Под нишу Об этом Чуть позже Поговорим Ставьте себе Бал Если вы ответили Правильно Частый вопрос Это вообще Ну Выбирая нишу Люди Себе задают Вопрос А я не эксперт Я не эксперт Типа Чему я могу Научить Я не эксперт Что же можно Делать Есть два пути Первый путь Это Понимать Что на рынке Онлайн образования Ты можешь быть Не только Экспертом А ты можешь Быть и Продюсером Соответственно И тебе нужно Выбирать У этих Подходов Есть Там Первое Если ты Понимаешь Что ты Больше Такой Маркетолог Стратег Тактик Тебе интересно Управлять Тебе интересно Смотреть на Окупаемость Оптимизировать Процессы Нанимать людей Их обучать Развивать Простраивать Отделы То Не нужно Себя заводить В экспертность Еще Потому что Очень сложно Быть и Эксперт И продюсером И Это большое благо Если вы выберете Быть экспертом Потому что На рынке Очень Очень Если вы выберете Быть продюсером То на рынке Очень много Экспертов Поэтому у вас Вот вариант Первый Это быть продюсером А второй вариант Если вы все же Жаждете сцену Если вы жаждете Признания Если вы не хотите Заниматься Там Финансовым управлением Наймом команды вот этим всеми там операционными вещами и стратегическими тоже если вы хотите быть вот таким больше там быть на сцене проводить эфиры отвечать на вопросы писать контент быть таким знаете профессором который вкладывается в продукт вкладывается разношение с аудиторией то тогда вы можете выбрать там какую-то нишу и в ней развиваться и что здесь важно что все равно часто это у людей выстреливают очень разные ниши на основе их опыта кто-то поборол там рак кто-то поборол своего мужа и сделал из него подкаблучника но это я шучу вот я там иногда шучу женой что я подкаблучник это потому что у нас хорошие отношения я под нее подстраиваюсь и слушаю я с ней всегда советуюсь соответственно я ищу ее продюсеры я прям вовлеченный отец кто-то выстроил отношения хорошей женой и можно этому учить просто на своем опыте часто то есть это не значит что вы на свои вокруг своей профессии то есть если вы бухгалтер но вы понимаете что вы там среднестатистический бухгалтер и у вас нет там уже тошнит от этой бухгалтерии но вы крутой серфер гитали гитарист вы крутой футболист или вы крутая мама там и в целом как бы вот условно недавно шутили командой типа вот да я домохозяйка мне как бы некогда ну окей можно у нас есть кейсы когда есть на школы по наведению порядка дома который зарабатывают несколько миллионов рублей в месяц и вы можете просто на каком-то своей боли который вы когда-то преодолели решили ее других учить тут еще важно понимать что ну чему может учить семиклассник вот вот чему и кому может учить семиклассник но он еще совсем маленький ребенок по сути но ничего он вроде как не может учить но он может учить уже первоклассника вот сейчас мы платим вот сегодня мы заплатили зарплату нашей дочери который три с половиной года она захотела велосипед и мы говорим василиса чтобы получить велосипед нужно его заработать а вот у тебя есть сестричка учи и английскому и она с утра провела урок английского для своей сестренки которые год и три месяца и мы заплатили денежки он она водку и копит денежки вот она уже учитель она уже зарабатывает и соответственно если вы там не нужно заявлять что вы супер-пупер эксперт но вы можете заявлять что у вас интересный опыт который может быть полезной определенной аудитории и вы уже можете с ней делиться этой этим контентом а дальше нарабатывать свою экспертизу оставьте себе балл если вы правильно ответили что вы можете быть продюсером либо что вы можете нарабатывать свою экспертизу потому что у большинства людей особенно у крутых экспертов чем более умный человек чем более продвинутый человек какой-то нише он понимает чего он еще не знает и он понимает что он еще очень много не знает и как правило в каждой области есть очень много но условно есть эксперты по мозгу а есть эксперты помог и по мужичку пиявки и там они могут изучать мужичок пиявки всю жизнь и понимая что они еще нищим ним не разбираются поэтому те люди которые реально круто чем-то разбираются они отправила сомневаются могу ли я чему-то учить и столько ничего не знаю а те люди которые чуть-чуть погрузились какую-то тему они еще даже не знаю чего не знают но им кажется что они уже очень много знают они могут идти транслировать и действительно не могут идти транслировать потому что масса людей которые еще не знают того что он еще сам недавно не знал двигаемся дальше и следующий вопрос вот те кто в моем личном аккаунте там есть вопрос от над sol 2445 этот трейдер который говорит что он записал урок бесплатно для ютюба и там набралось 90 тысяч просмотров и он не хочет быть там создавать онлайн-школу он профессиональный трейдер и у него все хорошо и открывать школу не планировал и дальше он пишет что и не планирует и не хочет но то что он записал пользуется спросом и люди просят там еще делиться дальше информацией и он понимает что был бы нехороший неплохой бизнес перспективный но он не хочет им заниматься и он хотел бы себе продюсера взять и вот вам ответ такие письма там сообщение в личку и в комментариях под фото под постами постоянно приходят люди хотят чтобы у них появился эксперт и что здесь важно понимать вот есть истории вот такие когда у человека уже поперло 90 тысяч просмотров люди хотят и он может найти эксперта из начинающих экспертов здесь важно понимать что у тех у кого есть аудитория у кого есть классный контент за кем люди следуют и хотят у них очень много большая очередь то хотел бы их попродюсировать разные типы продюсеров первое это продюсер начинающий и он может экспериментировать только начинающим эксперте им будет нелегко экспертов очень много а продюсеров их очень мало соотношение это примерно один к десяти тысячам там кто-то говорит один тысяч я считаю что один к десяти тысячам потому что есть много латентно экспертов то мог бы быть экспертом но боится стесняется еще до этого недорос вот а а экспертов в общем очень много эксперты хотят продюсеров но важно что понимать что хороший espert новые хороший продюсер к молочу начиная щим эксперту не придет которого нет аудитории потому что ну зачем ему как бы геморрой самый масс экспертов у которых уже есть аудитория эксперту что очень важно и даже если вы сейчас эксперт то есть многие эксперты у них вот такой вопрос есть сейчас тоже выведу это где взять себе еще продюсера типа вот я хочу быть экспертом я не хочу быть продюсером смотрите что здесь важно понимать если вы эксперт без аудиторию которого постоянно постоянно приходит новая аудитория то вы и вы хотите делегировать то чтобы выдумать что продюсер это тот кто вам приводит аудиторию настраивает просто рекламу но это не так потому что реклама никогда не будет работать хорошо если не простроить правильную цепочку смысла от рекламного сообщения до посадочной страницы до email цепочки правильной до авто вебинара вебинара марафона авто вебинара цепочки уроковые в общем там целая куча механизмов которые нужно знать и это человек который умеет простроить и по сути создать бизнес и он является владельцем бизнеса не вы если вы это все не умеете делать он может уйти или вообще ну по сути это он он владеет вот сердцем бизнеса потому что эксперт экспертиза особенно если ну то есть классная экспертиза и классный классный эксперт с аудиторией классным контентом от него тоже продюсер никуда не уйдет но важно чтобы за контентом еще была аудитория потому что если просто контенту контент можно купить можно купить просто за человека часы вот и важно понимать если у вас не супер уникальный контент если у вас нету постоянно притекающей новой аудитории то и вы хотите делегировать по сути все бизнес-процессы и чтобы кто-то этим рулил а вы даже не понимали как это происходит не управляли компании командой то это значит что вы ну как бы делегируете свое сердце вот поэтому не надейтесь что у вас это получится это нестабильно это примерно ну как там попробовать кто-то на вас потестирует а потом скажет спасибо большое но теперь он не буду много платить вот а если вы действительно хороший эксперт который разбирается в и бизнес-процессах туда вы можете партнериться тоже с продюсером чтобы у вас было больше свободного времени чтобы и те кто развиваются в связке продюсер-эксперт у них намного вероятность выше успеха потому что если они ну реально научились взаимодействовать правильно и друг друга дополняют то они быстрее развиваются потому что один фокусируется на классном контенте и взаимоотношения с аудиторией а другой простраивает все бизнес-процессы вот но если вы вот такой начинающий эксперт то но не надеясь что к вам придет классный продюсер и вас продвинет вам нужно это учиться делать самому классный продюсер придет только тем у кого есть аудитория и есть супер какой-то уникальный классный контент вот поэтому итак вывод финализируем те кто хочет себе найти те кто эксперты хочет найти себе продюсер это нужно быть крутым экспертом а если вы не доросли до этого то не тратьте на это время возьмите ответственность начните сами развиваться и учиться и можно начинать поступательно и можно начинать вообще сначала с консультаций со своего там аккаунта в социальных сетях с построения личного бренда с маленьких шажков там с проведения вебинаров сначала бесплатных потом платных вот а если вы продюсер то вам будет проще найти эксперта вот при этом все равно нужно будет поэкспериментировать и научиться базовым вещам так двигаемся дальше пятый вопрос сколько денег нужно на старте я уже частично ответил на этот вопрос сейчас буду отвечать подробнее значит на старте нужно не более 50 тысяч рублей я говорил то есть есть модели когда можно стартовать бесплатно когда ты сам вкладываешься и упаковку когда ты сам привлекаешь аудиторию с бесплатных источников трафика ты договариваешься по бартеру ты размещаешь статьи и посты по которые полезные ты просишь у друзей чтобы они заширили ты просишь рекомендации у всех то есть ты набираешь сначала там там 10 потенциальных клиентов ты непосредственно с ними вручную общаешься консультируешь их понимаешь какие у них есть отговорки и возражения ты научаешься с ними работать ты понимаешь как их закрывать ты понимаешь какие у них сомнения и дальше тебе намного проще уже продавать в общем без денег путь реальный процентов 50 на школ открывается вообще без бюджета ли сбит либо с бюджетом там типа 20000 рублей далее есть остальные процентов еще там 40 это тех кто потратили до 150 тысяч рублей вот 50 это здоровая история для запуска первого курса потому что вы даже если потратить стопе 150 то в целом чтобы начать и протестировать потому что вы первый запуск можете стартовать неэффективно и вам нужно потом еще 50 тысяч рублей потенциально вот поэтому максимальная сумма это 150 но для первого теста это 50 но они тоже тратится постепенно ты сначала 5000 рублей в рекламу вложил посмотрел как они возвращаются как люди реагируют взял подкорректировал посадочную страницу взял изменила что-то в цепочках писем взял пообщался с клиентом в переписке и по телефону с потенциальными клиентами узнал почему они не покупают что какие у них есть возражения научился закрывать их еще вкладываешь еще в рекламу 5000 рублей хоп уже пришло 10 о хороший признак но все равно что-то подкрутил вкладываешь еще 5000 рублей в рекламу хоп пришло 30 тысяч рублей а это значит уже можно можно масштабироваться и здесь важно еще понимать сколько значит ты вложил в рекламу до 5000 рублей в рельс сначала вложил ничего не вернулось потом уже вложил 5 получил 10 таким образом даже на 5 вот так постепенно вкладывая осторожненько у тебя получается и таким образом более 50 ты не можешь потратить то есть получается что ты потенциально можешь делать 10 ошибок если ты сделал сначала много ошибок вложил 5000 рублей и не вернулись потом ты взял сделал изменения а в акселераторе как раз ты сделал посадочную страницу отправил тебе сказали вот это переделай запустил трафик там еще что-то понял что нужно переделать сделал вебинар или марафон дал обратно дал к экспертам обратную связь и получил обратную связь понял что нужно переделать и так каждый раз итерация изменения до 5000 рублей ты можешь делать 10 траться за 10 итераций изменений ты много чего узнаешь много чего изменишь и явно у тебя улучшится все вот значит поэтому я объяснил сколько денег нужно на старте и еще вот частый такой вопрос типа мне нужен инвестор все такое смотрите инвестор нормальный адекват и никогда не придет в начинающую онлайн школу почему потому что не нужны инвестиции на старте то есть если вы не не можете найти там 50 тысяч рублей то ну в целом вопрос к вашей успешности успешности вот примера я когда поступал в бизнес школу сколково там один из таких лозунгов и миссии школы это было мы успешных делаем более успешными для тех кто ну хоть как-то уже в чем-то разбирается потому что в целом свой бизнес то определенная каста людей и вот если вы хотите уже свой бизнес то вы должны понимать что но если вы 50 тысяч рублей даже не можете найти чтобы там не сохранили или вам там не доверяют ваши там друзья знакомые то есть первый источник денег это либо свои сбережения либо друзья родственники знакомые и по-английски это family а и дураки друзья родственники дураки потому что даже знакомые уже как бы от них сложнее то есть те кто ближе а ближе это друзья это родственники и дураки которые могут поверить начальном этапе важно понимать что опять же то что я объяснил в онлайн-школе вам не нужно много денег и это онлайн школы это не инвестиционные проекты в 99 и 9 процентах случаев если это не какая-то инновационная эти платформа это тоже это 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 то что должно быть потом на более позднем позднем этапе и поэтому вы там вкладываете 5000 рублей к вам возвращается там 5000 рублей потом вкладываете 5000 рублей возвращается здесь потом 5 30 вы понимаете о теперь можно 50 вложили 50 вернулось уже 300 и теперь вы вкладываете там 150 то есть это такой как бы мой мультипликатор который когда вы научились когда у вас воронка работает хорошо то деньги постоянно возвращаются ставьте себе насколько вы правильно ответили на этот вопрос перья тоже часто такое возражение частые сомнения у людей это высокая конкуренция и вот вы можете прочитать такие комментарии что там уже тысячи школ если вообще смысл начинать зачем кому-то онлайн-школы в мире переполнены информации вот соответственно ответьте себе на этот вопрос вот как вы считаете люди правы и как бы и стоит ли вообще начинать вот ну и такие сомнения зачем вообще на школу когда информации переполнены и действительно мир переполнен информацией и есть такое слово инфобизнес в америку называется инфомаркетинг и в эпоху информационного голода люди торговались торговали просто информацией и они зарабатывали хорошие деньги но сейчас мир вошел в зону когда нужно продавать трансформацию то есть мир сначала был в зоне продажи информации потом в зоне продажи знаний но даже знание недостаточно чтобы изменить свою жизнь люди как и зачем на условно человек покупает книжку а книжка эта информация про то как похудеть если он не переварит ту книжку и не у нее не полу не получит знания то ну а знание это уже образование то это вообще бесполезная книжка но бесполезно купил но если он получил только знание уже не ради знаний покупал он же ну как большинство людей покупает книжки по похудению чтобы сбросить вес и важно понимать что там знать и не делать значит не знать и вот сейчас современного на школы они ведут людей из-за ситуации большинство уже из ситуации типа вот ну и как как делать то есть задача собственника онлайн школы методологов это не просто дать знания дать человеку стимул дать человеку пошаговый план и сделать так чтобы он по нему прошел вот поэтому информация действительно переполнена но и также но все равно люди там там болеют и школы здоровья они очень нужны но даже не с точки то есть и и условно информация и знание это первый шаг для понимания дальше нужно опять же действовать а но это знаете как вот я об этом буду говорить бегать же вроде как просто да ты как бы ну это же передвигает ногами шаг за шагом и вот ты бежишь ну блин это тяжело то есть просто но тяжело человек тяжело себя заставлять вот и поэтому онлайн школах нужно чтобы там была геймификация был веселье было сообщество которое друг друга поддерживает и это ключевые вещи которые нужно в своей онлайн школе делать вам поэтому в общем смотрите есть ниши где конкуренция выше но там масса историй успеха когда люди когда люди приходят изобретают что-то новое например ниша фитнеса вот была секта пришла бешеная сушка и она стала реально круче и известней а пришел к меру наш резидент александр соловьев и создал онлайн-школу фитнеса где он создал упражнение где он к фитнесу добавил еще питание и питание и упражнения они назначаются по группе крови то есть они сначала они папа анализом крови они дают уже сет упражнений и где по диете что нужно что чем нужно питаться вот в общем а конкуренции как таковой она в голове и она опять же помните вот о чем мы в первом вопросе говорили вот во что веришь то и будет если ты веришь что типа до конкуренции не херсоваться то ты там сложил лапки не действуешь к примеру вот мы встречались буквально по моему позавчера вот с группой резидентов у нас есть клуб пяти налей клуб шести налей и обсуждали вот что кто делает и как раз таки вот тот же александр соловьев которого школа бодилайк называется он он говорит но фитнес индустрия просела очень сильно то есть и люди перестали у них заниматься потому что и ворд-класс и все другие стали хуже покупать вот а потом они проанализировать что нужно сделать пообщались с клиентами сделали антикризисные предложения и снова начали расти вот и масса казалось бы где больше конкуренции чем в школе английского языка онлайн а как оказывается ребята приходят находят там свои фишки и нет для них никакой конкуренции в общем конкуренция в онлайн школе она очень такая как бы мы конкурируем на самом деле не в нишах а мы конкурируем целом за внимание людей мы конкурируем с к сожалению пока что образование конкурируют с индустрией развлечения вот сейчас там к меру карантин а люди там хотят там посмотреть фильм хотят поиграть в покер хотят потупить хотят бухнуть вот и вот мы конкурируем условно за то чтобы донести что начни в себя вкладываться начни развиваться вот и поэтому наши основные конкуренции это лень и бездействие вот поставьте себе насколько вы адекватно оценили этот вопрос вот и там опять же в комментариях я на многие вопросы отвечал можете еще раз перечитать их а мы давайте двигаемся быстрее часто сейчас вопрос это кризис ребята кризис сейчас значит что он принес первое все кризисы временные уже там китае тот же уже начал нормально функционировать в европе уже начинают смягчать меры предосторожности вот и карантин рано или поздно будет отменен соответственно и рано или поздно мы вернемся к нормальной жизни вопрос там месяца или двух но что интересно что люди сейчас но сейчас огромный интерес к рынку онлайн образования покупать стали не намного больше но трафик стал два-три раза дешевле тесно и в кризис что что сейчас произошло сейчас стоимость рекламы снизилась примерно в два-три раза приехать при этом доходимость до вебинаров выросла примерно процентов на 20 на 30 такого никогда не было в рынке и появились новые люди которые раньше вообще им было некогда до каких-то курсов вот но а так они еще не опытные а я ему с ними нужно простроить доверие поэтому вот выхлоп именно денежный он сейчас вот только ну начинает во первых две недели они только приходили сейчас они постепенно начинают платить и мы верим что всплеск будет уже в мае июне и к сентябрю эти люди уже цикл сделки как правило там два-три месяца особенно в дорогих проектах вот и сейчас что делают онлайн школы они небольшими чеками привлекают большое количество аудитории выстраивать с ними отношения и мы ожидаем что будет огромный всплеск потому что сейчас плеск интереса вам в америке так америка на две недели раньше по сути вошла в карантин то там уже вот идет всплеск примерно уже процентов на 50 выручки вот в компаниях наших друзей такой вопрос по поводу того что типа ребят а типа вот программа в акселе она 4 месяца блин типа можно можно за это время ну типа сейчас нужно действовать быстро если ты хочешь делать качественно и мы а мы с самого начала сделали годовую программу целом акселераторе годовая программа которая разделена примерно так там два три месяца ты упаковываешь и потом там ты начинаешь все получается потом докручиваешь а потом ты на протяжении потом еще около восьми месяцев докручу поэтому программа год вот естественно первых два месяца супер интенсивных а дальше они уже в более в свободном режиме когда у тебя есть уже индивидуальная программа развития сейчас все же ну пришло понимание что да можно ускорять и у нас всегда была в акселераторе игра такая мы называли это большая битва большая игра и это одна геймификации битва когда 2 2 недели теории потом за остальные две недели нужно заработать максимально много денег и такая соревновательность было вот и мы сейчас понимаем что в кризис но и раньше мы были философии такой что лучше как бы качественнее чем быстро и поэтому даже все равно мы там даже когда смещали условия все равно мы довели до 4 месяцев вот но сейчас мы понимаем что можно же не учить людей серые ему можно просто постепенно дать им минимальные навыки с которой можно быстро стартовать поэтому сейчас мы продумываем решение предложения которые мы планируем вывести ближайшее время это когда можно за две недели там обучиться и потом две недели стартовать под присмотром и потом еще докручивать тоже еще там месяцок с нами то есть двухмесячная программа то есть чтобы через две недели у вас начали появляться результаты через марафон и мы присматриваемся к этому и мы даже думаем что возможно всю схему мы может даже бесплатно дадим чтобы вы научились заработали деньги а потом могли прийти к нам уже за масштабирование поставьте лайки насколько вам это нравится пришлите свои сердечки вот в общем и мы понимаем что можно сделать программу где не нужно создавать посадочные страницы где не нужно настраивать таргетинг потому что можно там через блогеров быстрее намного выйти и там трафик эффективнее вот и также можно без лмс киби сервенки через соцсети делать по сути раньше когда не было этих их платформ так и раньше и было а сейчас вот сети к этому адаптировались и они стали еще удобнее а так у вас не будет сервем не будет лмс то у вас не будет технических заморочек что как же контент не защищена как сделать так вот первое это возвращая к самому первому вопросу смотрите ребята вам сейчас нужно не бояться вам нужно делать это что вы будете делать сначала это будет среднего качества на самом деле даже может быть плохого вот но исходя из того какое она потом станет то есть вам нужно себя делать максимально из возможного но так вот новичок вы будете делать много ошибок и пусть они сопрут эти ошибки. А потом, когда у вас начнет реально быть результат, тогда вы начнете думать о том, как это все защитить. Вообщем, первое, это вам нужно, в общем, ну, красить у вас никто не будет, пока у вас реально не получится крутой-крутой результат. А когда у вас получится крутой результат, у вас появятся деньги, юристы, и тогда вы начнете этим заморачиваться. Поэтому первое, заморачиваетесь это простой ответ но дальше ну часто там как бы не хватает там веры в то что ну как же там типа все равно же украдут значит юрист язык ну то есть берешь юриста юрист умеет то есть вам нужно зарегистрировать товарную марку вам можно задепонировать свой контент такие там задепонировать свои уроки показать что вы первый кто наложил про право на тот контент который вы сами написали и это все легко делается но опять же ребят на самом это на начальном этапе вам столько всего нужно узнать только все нужно научиться делать что вам вообще ну не нужно заморачиваться этими юридическими моментами вам нужно научиться продавать и вам нужно научиться хорошо обслужить клиентов вот и когда вы это научились делать у вас пойдет приток денег и когда к вам пришел приток денег вы можете нанимать людей делегировать и заниматься менее важными вещами как раз таки в акселераторе мы продаем этот подшаговый план и говорим вот этим не занимайтесь пока вот самая большая проблема это то что люди начинают все равно изобретать велосипед и двигаться так они хотят поставьте себе вот на 9 пункт либо балл либо минус по поводу контента и переходим к десятому вопросу это вопросу такой типа буду или я полезен то есть вот такое сомнение 1 такой вопрос помните был а эксперт ли я а дальше вот буду ли я полезен то есть у меня вот такой-то опыт и что важно ребят вот вы все сдать этот вопрос а буду ли я полезен как эксперт людям и понятно что человек с адекватной самооценкой он себе отвечает да но что важно еще понимать что это все равно сомневаться нужно то есть тот кто задает себе такой вопрос это уже правильный вопрос и вот у натальи еще был вопрос про страх и страх это тоже хорошо то есть бояться нужно но страх должен вас двигать вперед есть такое высказывание где мы живем туда и бежим и если вы уже задаете все вопросом а буду ли я полезен то уже вам нужно думать а как вы будете полезны вот поэтому вам сомневаться нужно и бояться нужно а это уже стимулирует вас до того чтобы находить оптимальный оптимальное решение вот а сейчас себе можете отвечать на 11 вопрос это это уже такой вопрос больше поиграться вот как вы думаете много ли вот у меня несколько онлайн-школы вот пишет автор то комментария такое впечатление что я работаю 24 часа в сутки ну вот я дима вот как вы думаете собственник онлайн-школы он впахивает и это сложно очень или это просто вот это боли там типа аля отдых или это там в в джобовании 24 на 7 окей 11 вопрос вот все же насколько вы считаете я я уже открыл комментарии насколько вы считаете собственнику онлайн-школы нужно много работать на сколько вот вы считаете я много работаю кажется что вот я пишу папашу 24 часа в сутки а кто-то наоборот думает там боли всегда с детьми какие-то stories из-за там ресторанов там каких-то отелей вот скажите как вы думаете в свод сколько в среднем в сутки я работаю и сколько в сутки обычно работает тот кто любит свой бизнес соответственно да я вкалываю реально много то есть и в целом важно понимать что любой бизнес и в том числе онлайн-школы это то что требует внимания то что вы требует вовлеченности я не верю вообще в какие-то быстрые схемы заработка я считаю что во все нужно вкладываться вкладывать душу вкладывать время и тогда у вас есть шанс что получится если не получится то нужно вкладываться еще больше разбираться учиться вот вот есть там предположение что я работаю 4-6 часов я на самом деле мне кажется работаю часов чуть ли не по 12 день даже когда я кушаю я думаю вот мы сегодня с женой завтракали и мы обсуждали какие-то рабочие дела из-за того что ну когда ты там особенно у нас и семейный бизнес то границ нету и знаете там интересно что ну условно там снимаешь какие-то видосики с женой с ребенком на самом деле это частично рабочие тоже видосики когда они они выстраивают доверие с аудиторией вот и показывает меня в с другой стороны вот и поэтому это была работа или времяпровождение с ребенком вообще работа мне слова не нравится но слово раб мне нравится там любимое дело когда это любимое дело я еще я почему вообще я я я же мой первый бизнес это кнопка жизни кнопка жизни до сих пор существует она растет и я когда уходил из кнопки жизни я уходил чтобы заниматься чем-то чего я больше кайфую то есть я понял что я в кнопке жизни реализовался и получил максимум из возможного на быстро это знаете как по принципу паре 20 на 80 но я не кайфовал от того что он там я уже не принимаю решение там у нас есть инвесторы и мы под них там подстраиваемся и там и бизнес из стартапа превратился такую уже бюрократическую структуру которой мне было сложно я захотел какой-то свежести чего-то такого вот вот и что что меня наполняло я услышал фразу что начни зарабатывать на своем хобби и ты никогда не будешь работать и вот поэтому вот к примеру работаю ли я сейчас с вами или нет да для меня это в кайф я вот там уготовил презентацию читал ваши комментарии делюсь своим опытом и наоборот многие люди от мира сегодня на пробежке я был с другом павлом павел крутой и девелопер но у него бизнес там здание стоит он вообще общается там с со строителями с инженерами прорабами там в лучшем случае дизайнерами вот и ну и инвесторами такой достаточно прагматичный мир а он реально классный он там у нее отношения с женой классный он айронмен у него интересные друзья но у него нету возможности делить своим опытом и получать вот там гормоны взаимодействия с людьми на 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 вот условно если бы я остался в кнопке жизни я буду тоже там занимался учился но общался бы с докторами с технарями а сейчас мы в моей жизни много людей которые путешествуют путешествия зарабатывают и это уже не не совсем работа но как бы времени тому чтобы ну условно если вы если у вас есть амбиции чтобы у вас был большой бизнес вам всегда придется много работать вопрос эффективности на вложенное время потому что если бы у меня была студия йоги и шпагата и это один из самых сложных бизнесов потому что его сложно масштабировать там сильная конкуренция там ну реально много геморроя и сложные операционные бизнесы которые сложно масштабировать условно эту онлайн школа она студия вернее студия вот то шпагата балета йоги она в лучшем случае там приносила полмиллиона чистыми но это реально огромный геморрой а дальше если я хочу чтобы это был миллион то нужно еще одну студию то есть мы и это реально сложно масштабируемая история а онлайн школа ты как бы создал один курс это его можешь много много ну условно ты можешь продать 100 100 человеком можем тысячи но тебе не нужно арендовать новые помещения не нужно нанимать новых сотрудников поэтому с одной стороны это проще чем оффлайн бизнес типа рестораны просто мне кажется вот сложнее чем йога студия это ресторан потому что в йога студии хотя бы там как бы еда не портится да вот но все равно там туалетную бумагу нужно там туалете что было хорошо убрано там в общем это много-много разных нюансов вот а если там какие-то праздники там новогодние праздники майские праздники все люди уезжают из города и ты сидишь на подсосе но арендную плату тебе нужно платить поэтому это вот я здесь вот пример привел бегать там просто но тяжело и вот как бы создать онлайн школу на самом деле но тоже достаточно просто есть понятные шаги но тяжело с точки зрения того что это нужно себя заставлять часто не получается опускаются руки это как обычный ну там бизнеса где тебе нужно сначала набить шишки и потом получится вот и в целом мне нравится такое высказывание что счастье это путь к счастью ну то есть счастье это путь и это человек счастлив преодолевая барьер на пути к своей цели и и вот у вас есть задача там построить там прибыльный бизнес и у вас начала вообще задача выбрать нишу и вы колеблитесь но важно понимать что ну как бы за этим дальше следующий шаг и когда вы преодолеете вот эти все сомнения барьера вам станет реально интереснее ну как бы вы но вы столкнетесь со следующей проблемой это знаете люди думают вот были бы у меня деньги я был счастлив а потом когда у них появляются деньги они думают блин а как их сохранить а как сделать так чтобы они там инфляции а инвестировали блин оказывается даже облигации могут упасть на 40 процентов даже облигации там могут как бы сгореть дефолтнуться и вам ничего не вернут и получается что у людей просто другие проблемы и так давайте так как у нас квеста подведем итоги поставьте пожалуйста сколько вы баллов собрали в общем часто еще вопросы с чего начать там и вот пример такой вопрос типа вот там парень задает макс вопрос чего начать я регистрировался но не продолжил там и есть идея хочу стартовать еще начать и вот когда человек там ну условно не может даже посмотреть вебинар не может сам окунуться и такой пишет типа чё начать и здесь но нельзя ответить на этот вопрос вот взять сказать ну типа это мы мы обычно в вебинарах про это рассказываем в базовых на базовом уровне мы про них распроект про это рассказываем несколько часов а потом этому учим там ну базово около недели мы рассказываем всю схему и даем уже инструментарий поэтому чего начать ну хотя бы посмотреть вот зайти в шапку профиля и посмотреть наши вебинары где мы подробнее рассказываем поэтому такие вопросы типа опиши мне вот чисто лично индивидуально а сейчас я еще встречу с тобой в ресторане и буду тебе отлично рассказывать есть более сейчас я свернул комментарии а то не вижу вопрос до конца вот уволился человек и уже начал что-то дело делиться но что делать посоветуйте пожалуйста вот что делать когда вот и и я тоже надо от души отвечаю что нужно начинать взаимодействовать с аудиторией спрашивать ну что она хочет потому что часто люди начинают думать что они понимают аудиторию записывать уроки и даже их не предлагать не понимать и как бы в условно процентах в восьмидесять случаев люди вот начиная с того что они записывают уроки а потом понимаешь что эти уроки никому не нужны или даже если нужны но друг другого уровня другого качества другой глубины либо они были слишком глубокие либо слишком поверхностные поэтому онлайн курсы нужно создавать вместе с аудиторией предложить этой аудитории сказать что вы мои будете первыми там клиентами я вместе с вами буду там создавать курс это честный подход так оно и есть это правильно поэтому первое это нужно накапливать аудиторию аудиторию нужно накапливать просить у друзей чтобы они пропиарили писать полезные тексты рекламироваться у блогеров там делать коллаборации с блогерами вот и постепенно постепенно наращивать то есть там но ожидать что вот так хоп и сразу миллионы если вы только начинаете не нужно нужно хотя бы начать зарабатывать 100 тысяч рублей выручки и потом постепенно постепенно развивать это поэтому первое то что нужно делать это понимать аудиторию и понимание аудитории это ключ к тому что вы будете дать дальнейшие шаги делать правильно чего начать мы сейчас сергеем обсуждаем и возможно сделаем просто марафончик где мы расскажем как быстро начать как вот про схему расскажем быстрого запуска когда они нужны вот помните я рассказывал что так а был вопрос а вот был вопрос что в excel учит четыре месяца на самом деле ну как бы программа вообще базовая основная это год и я до сих пор считаю что годовая программа это супер там правильное решение потому что большой результат там он появится со временем вот и вы максимально правильно пройдете вы запустите сначала быстро потому что мы действительно ускоряем и видим что сейчас время сложнее и сложнее и людям нужно быстро получать результат при этом все равно после этого нужны другие другой сет знаний то есть чтобы сделать прорыв чтобы получить первый первый результат это действительно достаточно просто и там нужны базовые знания но после этого нужны продвинутые знания а когда вы приступаете к масштабированию еще нужны более продвинутые знания